В администрации Северского района прошло еженедельное планерное совещание под председательством руководителя муниципалитета Андрея Дорошевского. Рассмотрели два основных вопроса о состоянии подростковой преступности по итогам 2023 года и о мерах по заключению консессионных соглашений по тепло- и водоснабжению. Именно привлечение частных инвестиций позволяет проводить эффективную эксплуатацию и модернизацию систем ЖКХ. В нескольких поселениях Северского района не заключены консессионные соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения. Долгое время нет эксплуатирующих организаций в Михайловском, Львовском и Григорьевском сельских поселениях. Отчасти из-за того, что небольшие населенные пункты невыгодны консессионерам. В Азовском и Северском поселениях по договору аренды и услуги холодного водоснабжения и водоотведения осуществляет ООО СИД. На заключенных консессионных соглашений тоже нет. Глава района дал поручение в поселениях взять данный вопрос на особый контроль. В рамках дополнительной информации обсудили проблемные вопросы, в том числе взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. В частности, рассмотрели возможность создания временной площадки для сбора мусора в станице Дербинской. Во время подъема уровня реки туда не может добраться мусороуборочная машина. Большое количество жалоб от жителей района поступает на качество электроснабжения. Нам необходимо провести с Северским РЭСом совещание. Мы посмотрим, может быть, уже эти работы запланированы в производственную программу. Если не запланированы, давайте тогда будем вырабатывать ряд мероприятий, которые позволят нам все-таки уменьшить количество обращений и недовольных граждан на качество оказываемых услуг по электроснабжению. Ну и такая же ситуация по дорогам. Главам Северского, Ильского и ряда других поселений рекомендовали обратить особое внимание на вопрос водоотведения, прочистки ливневок и кюветов. Заняться этим смогут после того, как закончатся дожди.